Луга, пастбища, овраги. Картину, достойную кисти живописца, объектива фотографа и камеры телеоператора рушит кучу отходов. Как уверяют местные, мусор сюда возили испокон веков. Всё, что остаётся от уборки урожая с огородов, от строительства и ремонта домов и обычной бытовой отходы. У нас есть огороженная территория своя. У нас уже на протяжении трёх лет заключен договор с утилизирующей компанией ООО «Тель». Они приезжают и забирают. Как пояснили специалисты, значения не имеет, чей это мусор. Хозяйство, как арендатор, не должно допускать захламления сельхозземель. В то же время вопросы, связанные с предотвращением появления стихийных свалок, обязан решать постсовет. Вот сейчас выбери всё, и всё равно туда повезут. Сотрудники Россельхознадзора взяли пробы с возможно загрязнённого участка из так называемого фонового, чтобы определить, ухудшилось ли качество почвы. Просто будет выяснено, есть ли тут снижение плодородия, и имеется ли химическое загрязнение. А химическое загрязнение — это вред жизни и здоровью человека. Несмотря на то, что арендатор земельного участка известен, личности виновных ещё предстоит установить. Так и сумму штрафа, которая будет зависеть от степени экологического ущерба. Если таковой, будет доказан. Эксперты уже могут предвосхитить результаты химико-таксилогического исследования почвы, предположить, что она будет изобиловать тяжёлыми металлами. По крайней мере, вот эти вот следы сгоревших покрышек тому свидетельство. Образцы почвенных проб отправят в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию. Результаты исследований станут известны в течение двух недель. А наладить цивилизованную систему сбора и утилизации отходов без несанкционированных свалок предстоит местному постсовету и региональному оператору. Екатеринка Ширенкова, Виктор Марченко, Вести, Тамбов.